Здравствуйте, с вами Наши Новости и сегодня мы подведем итоги уходящей недели. В Чистопольском районе, вблизи поселка Александровка, произошла авария. Туристический автобус вместе с пассажирами съехал в Кювет. Погибших нет. Наша съемочная группа пообщалась со специалистами, чтобы подробно узнать о пострадавших. 21 октября около 24 в результате ДТП автобус, следовавший Удмуртию, попал в ДТП и поступили пострадавшие в количестве 12 человек. Один из них в тяжелом состоянии, четверо в средней степени тяжести и остальные в удовлетворительном состоянии. При поступлении всем было оказано специализированное помощь с выполнением всех манипуляций, которые там требовались, в том числе рентгенконтрастное исследование, рентгенографии, наложение гипсовых повязок, вытяжение. Полноценная помощь оказана всем. Значит, на 22 число шестеро пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии для дальнейшего лечения по месту жительства. В стационаре остается в реанимации один, состояние тяжелое, но стабильное. И пятеро пострадавших в травматологическом отделении состояние на сегодняшний день компенсировано, удовлетворительное. Весь комплекс лечебных мероприятий получает. Прогнозы какие? Прогноз у нас положительный, динамика положительная. Я думаю, что таких сложностей в дальнейшем и дальнейшего лечения их не будет. И придется. А родственники тоже приезжают? А родственники приезжают по мере. Мы их стараемся помогать. Значит, проводим палату где-то, предоставляем места для того, чтобы они как-то могли с ним общаться там и так далее. Все. Проблем нет. В Малом Толкише открыт новый дом культуры. На базе объекта планируется проводить культурные мероприятия и праздники. Подробности далее. А-а-а, вы что? Вы что? Прелесть! Прелесть! Молодцы! Дай Бог здоровья всем, кто это делал. Молодцы! Спасибо! Наконец-то мы приобрели такой клуб. Церковь какая у нас хорошая. Вот. Добрые лица, добрые глаза. Мы будем продолжать нашу традицию, быт нашего населенного пункта, нашего населения. Еще раз огромная слава и благодарность всем, кто принял участие, строителям, сделанным качественно и с душой. Было непросто, потому что село не очень большое, но тем не менее вопрос решен. Сегодня мы открываем, благодаря президенту, благодаря всем программам, которые существуют в Республике Торстан, а их более 30, их всех перечитать не буду, вы все их знаете, они и в городе реализуются, и на селе реализуются. И в этом году они все успешно завершены. В том числе, вот мы открываем сегодня с вами прекрасный сельский дом культуры. В октябре по всей Республике стартовали парламентские уроки. Чистопольские школы не исключение. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа. Я бы тоже хотела помогать своему городу. У меня есть такое желание. Если у меня как-то получится, случится такое, то я бы очень хотела. Я узнала много нового, какие есть плюсы, минусы в работе депутатов, как они туда приходят, какое для этого нужно образование. Я вам скажу, люди очень разные, и приходится общаться с очень разными людьми. Некоторые даже бывают агрессивно настроенные, и как-то вот, ну, хочешь не хочешь, а какой-то определенный негатив приходится получать. Бывает, очень расстраиваешься от того, что ты не можешь помочь. Чисто физически. Своим секретом семейного счастья с Дмитрием Ивановым поделилась семья Туковых. На встречу с главой района Игорь и Марина Туковы пришли вместе с детьми Ярославом, Павлом и Анной. Подробности далее. Гордость, диплом первой семьи, это прославить чисто для молодцы. Ну, вот это пока еще полуфинал. Полуфинал, да? Да, финал впереди. Завтра начинается подготовка к финалу. Едем на фотосессию. Вы его знаете. У Владыки Фармена и подиакон Семен. Да, Семен. А я и дочку вашу вместе не видел. Мы когда стали разговоры с Владыкой, он говорит, вот, Семен нашел себе вторую половину. Цветы, цветы, цветы. Друзья говорят, морочные, говорят, дети, не перепутайте вы. Это семья уж. Да, это очень тяжело. Ну, и тут с вами разберетесь. Малышу. Малышу. Спасибо. Спасибо. Свою работу продолжает университет третьего возраста. На этот раз для пенсионеров прошли курсы правовой грамотности. У меня на ленинге 26. Сейчас я буду с вами подъеден. Цент не сытого захода. Спасибо за правила. Получить... Ну, выходя на презентацию... Это очень необходимо. Потому что много очень юридических вопросов, про которые никто и не знает. Например, есть 399 закон, 400 федеральные законы, которые только что вводятся в нашем городе. Один из этих законов, то, что кто имеет ребенка и более 5 детей, имеет право на дополнительную пенсию. Да, но у другого можно сравнивать. Сейчас нужно куда идти, написать. И еще есть... Здесь подумаем, что на клинике, хочу отступить, принятие наследства, у нас приходят и залпились. Это действительно, мы все законим запись. В республике стартовал проект по выдаче единого читательского билета. Благодаря нововведению можно пользоваться литературой в любой государственной библиотеке. Подробности далее. Здравствуйте. Мне нужен читательский билет. Паспорт иснился из собой у вас. Это вот такая пластиковая карта. Она с универсальным штрих-кодом. Она выдается один раз в любой муниципальной или государственной библиотеке и действует на территории всей республики. Я очень рада, что сейчас имеются такие билеты, потому что я могу ходить в любую библиотеку. Не только в Чистополе, но и в Казани. Ну, везде. В Чистополе зарегистрировано уже около полторы тысячи читателей. И мы активно ведем работу с этим билетом. Но в то же время мы не заменяем полностью. У нас также ведутся традиционные формы работы на бумажных носителях. Сбор информации о ветеранах Великой Отечественной войны продолжается. Полученные данные войдут в новый том книги «Солдаты Победы». Подробности узнавала наша съемочная группа. Мы планируем до 15 декабря принимать материалы. Поэтому мы обращаемся к жителям города, района. Кто еще не представил эти материалы, хотя бы минимальные данные у кого есть, пожалуйста, мы готовы вас принять, готовы вам помочь найти дополнительные какие-то данные, готовы помочь в литературной обработке и так далее. Для молодежи это очень важно. Понимаете, одно дело, когда знаешь, что да, там дед, прадед воевал, значит, там у него медали такие, и другое. Когда он с живой этой историей соприкоснется, прочувствует ее, поймет, что пережили люди в то время, значит, это, конечно, колоссально. Мурашки по коже идут от этих материалов, понимаете, особенно когда это касается вот тех материалов, которые из интернета, значит, найдены. Потому что такие судьбы. А это были не все новости данной недели. Подробности можете узнать на официальном сайте газеты Чистопольские известия. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ставьте лайки, присылайте свои новости. С вами был Сергей Кресников. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!